Здравствуйте, дорогие друзья! Новый день, новая возможность и у нас с вами новые задачи. Для каждого дня достаточно своей заботы, но если мы просыпаемся с пониманием, что у нас есть цель, у каждого дня есть и своя направленность, то что мы делаем сейчас, что мы делаем потом? Вы знаете, что есть сезоны, которые нельзя перепутать. Если сезон осени, то нам важно собирать урожай. Если сезон весны, нам важно готовиться к урожаю, чтобы все сделать для того, чтобы он у нас был осенью. И поэтому сегодня мы как раз в том периоде по человечеству, когда надо нам подготовиться, по большому счету подготовиться и взойти на гору Господню. Мы с вами находимся в 23-м псалме, и там Давид задает вопрос. Этот вопрос актуален сегодня для того, чтобы мы с вами могли в него заглянуть. Кто зайдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Есть люди, которые себя видят людьми, которые покоряют вершины, поднимаются на высокие горы, приобретают для себя одну за другой победы, подниматься на вершины. Но совсем по-другому рассматривается Божья гора. Она имеет высоту, она имеет свои опасности на пути, но она же имеет и требования. То есть нельзя туда отправиться просто налегке и сказать, я покорю гору Господню. Господня гора, она не для многих людей, если остаться со своими прежними ценностями. Например, когда Моисей подошел к горе, и она вся полыхала огнем, она ходила, она двигалась. И люди, увидев, что происходит на Божьей горе, в тот момент Бог сошел на эту гору, они все были в страхе и трепете и сказали, Моисей, мы не пойдем, иди ты. И поэтому тогда, когда начинается процесс вот этого осознания, что Божья гора — это что-то особенное, что это что-то важное. И если бы Моисей не поднялся, то никто бы не узнал Божьи законы, которые он дал через Моисея всему человечеству. Откровения получаем на высоте. Поднимаясь на высоту Божью, мы преодолеваем страхи, мы преодолеваем какие-то тревоги. Все то, что мешает человеку переступить новую черту для себя, вот это и есть. Необходимо сейчас посмотреть, есть ли у нас та гора, Божья гора, которая перед нами, которая может сейчас полыхать, которая может сейчас быть определенного рода для нас неприступной. Но с Богом мы туда можем войти. И поэтому Давид увидел и понял и уразумел, что горы-то есть, но какие они в нашей жизни и какую гору надо брать ему в данный момент, потому что Давид все пропускал через себя. Он сначала сам просматривал и свое сердце окружающих, а потом говорил другим. Поэтому и здесь мы имеем то же самое. Кто может зайти на гору Господню и кто станет на святом месте его. Святость, она связана с огнем. Святость, она связана с чистотой. Святость, она связана с отделенностью для Бога. И поэтому тогда, когда мы выбираем для себя вершины, которые надо покорить, надо посмотреть, где наше сердце в данный момент. Насколько это вершина, которая нас сегодня влечет. Либо нас устраивает жить в долине, либо устраивает жить на полпути. Поэтому сегодня мы пока об условиях не говорим. Мы сейчас говорим о цели. Ставим ли мы цель покорить гору Господню? Подняться туда и быть там, где многие так и не дошли. Не потому, что им доступ закрыт, а потому что сами для себя не приняли такого решения. Ведь гора Господня, это достаточно ответственно, но это и самое лучшее место во Вселенной – соединиться на вершине с тем Богом, который творил историю и творит сегодня. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть гора, и она Господня, ее надо взять. И мы те люди, которые могли покорять какие-то вершины здесь на земле, но есть самая главная вершина, которую нам надо покорить всем жителям планеты Земля – это гора Господня. У нее есть свои притягательные свойства, но у нее есть и свои ответственные позиции. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил нас пониманием того, что нам надлежит сделать сегодня, что надлежит делать завтра, как нам покорять вершины, которые связаны с Твоей высотой, с пребыванием Твоей святости, Твоей любви, Твоего света. Помоги нам, Господи, это делать с учетом того, что Ты на этой горе нас ожидаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»